Штраф за разговор по телефону за рулем могут поднять более чем в три раза. Но и это еще не все. Кроме того, штрафовать предлагается за любые манипуляции с гаджетами во время вождения. О проработке такой инициативы заявил первый зампредкомитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Про это сегодня и расскажем. Ты на канале ПРОАВТО. Поехали! На данный момент штраф за телефонные переговоры без использования гарнитуры составляет 1500 рублей. Но уже начались разговоры о поднятии данного штрафа. Первый зампредкомитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков выступает за увеличение до 5000 рублей административного штрафа за разговор по телефону за рулем автомобиля, а также предлагает штрафовать за использование за рулем любых гаджетов. Инициатива на эту тему будет прорабатываться, пояснил парламентарий. Водителей ничего не должно отвлекать от управления автомобилем, считает депутат. Даже когда разговариваешь по громкой связи, включается тоннельное сознание, уточнило. Ничего не видишь, не слышишь и только рефлекторно реагируешь на изменения дорожной обстановки. Когда же мобильник у водителя в руках, то это вообще выходит за рамки приличия и безопасности, уверен первый замглавы комитета. А такие случаи не редко, и за рулем некоторые умудряются читать и отправлять сообщения, и даже сидеть в соцсетях. Кроме этого, Лысаков также привел в качестве аргумента зарубежный опыт. Так, в Израиле, по его словам, любые действия за рулем с гаджетами строго наказываются. А во Франции полиция может остановить автомашину за все действия водителя, которые, по его мнению, угрожают дорожной безопасности. Штраф за телефон за рулем машины еще с далекого 2013 года составляет 1500 рублей. Санкция назначается за пользование телефоном управляющим авто, если первый не оснащен устройством громкой связи. Но это по-простому, а закон работает строго по букве нормативных актов. И в этом контексте мы разберем действующее на 2019 год законодательство о таком штрафе. Согласно норме пункта 2.7 ПДД на 2019 год водителю запрещено использовать телефон за рулем, если тот не оснащен приспособлением, позволяющим беседовать без использования рук. Согласно статье 12.36.1 КОАП, актуальный на 2019 год, данное нарушение наказывается штрафом в размере 1500 рублей. Если вы внимательно прочитали формулировку обеих цитат, то, вероятно, увидели возможную лазейку как в ПДД, так и в Административном кодексе. Дело в том, что тех с тобой правовых актов подразумевает, что телефон должен быть оснащен устройством для возможности разговора без рук. Но речь о том, что в данный момент вы обязаны говорить без использования рук по телефону за рулем, не идет. Исходя из логики пункта 2.7 правил, при условии, что телефон оснащен устройством для переговоров без использования рук водителя, то пользоваться таким телефоном можно, и штрафа за телефон за рулем при этом не будет. Но сама формулировка не обязывает водителя использовать конкретно это громкоговорящее устройство. Вы можете все так же говорить по телефону, держа его у уха, набирать смс и текстовые сообщения через интернет, сидеть в браузере и так далее. Таким образом, устройство, обеспечивающее разговор по телефону без рук, просто должно быть в телефоне, а использовать его не обязательно. Но настало время и плохих новостей. Сотрудник ГИБДД, разведев издалека, как вы разговариваете по телефону у уха, остановит вас и вынесет штраф за телефон за рулем. Ему не будут интересны вышеперечисленные доводы. Еще хуже то, что состав правонарушения, скорее всего, увидит и рассматривающее дело должностные лица и судьи. Это как раз тот случай, когда закон работает не в пользу водителя. Аналогично лишению прав за ксенон, светодиоды и выписыванию требований за тонировку, когда наказание не соответствует нормам и тексту закона. Ладно, что-то мы отдалились от главной темы. Суть такова, что данный штраф хотят увеличить и увеличить в разы. Ведь вечное залипание в соцсетях на телефоне действительно не приведет к ничему хорошему, а не дай бог и приведет к ДТП. Ну а что по итогу решит правительство, совсем скоро станет известно. На сегодня это все новости, а ну а нам, как обычно, интересно, что думаешь по этому поводу ты. Пиши свое мнение в комментариях, а также подписывайся на канал и ставь палец вверх, если понравилось это видео. С тобой был новостной канал Проавто. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok